Сегодня 13 августа и сегодня мы хотим поговорить о вопросе, который волнует очень многих. На что и на сколько можно прожить в Таиланде. Но за всех говорить мы не можем, так как мы готовимся уже давно, то мы определили несколько статей расхода. У нас их выходит 9. Это для того, чтобы жить нормально. У каждого может быть, конечно, по-своему, сколько статей и на сколько жить. Сейчас я расскажу вам, какие мы видим статьи расхода. Первая статья – это, конечно, виза. Мы говорим только о годовых визах с продлением, которые можно продлевать. Мы знаем три годовых визы. Это бизнес-виза, о которой мы ничего не знаем и, собственно, знать и не собираемся, потому что мы работать не намерены. Вторая виза, годовая с продлением – это виза ученическая. В каждой школе может быть по-разному, сколько стоит. Но ориентировочно мы когда-то смотрели, искали информацию. Ну, это примерно будет на одного человека 40 тысяч бат в год. Но эта виза, ее нужно продлевать каждый год. За это надо платить деньги. Если в школу ходишь, то все нормально. Если вы не ходишь, еще надо платить деньги за то, что не ходишь. Каждых три месяца надо ходить отмечаться. Тысяча девятьсот с человека будет стоить. Но нас эта виза тоже очень, так скажем, не очень волнует. Мы собираемся жить по визе 50+. Это тем, у кого возраст больше 50 лет. Эта виза бесплатная. Но первый раз, возможно, придется ехать в ЛАОС. Но это отдельная тема будет потом, как мы будем получать визу. Главное, что эта виза бесплатная, но нужно иметь в банке счет, на котором должно быть 800 тысяч. То есть при такой визе необходим счет. Чтобы не платить лишние деньги товарищам с иммиграционной конторы, лучше иметь этот счет. Если вы женаты, вам необходимо иметь перевод, заверенный консульством, в связи с собой о браке. То есть вот первая статья у нас – виза. Я не знаю, как кто там будет решать для себя, но для нас виза, собственно, бесплатная. Нужны деньги только на счету. Второе. Второе – это жилье. Но у нас опять жилье свое, поэтому расходы у нас только на коммунальные услуги. Коммунальные услуги здесь состоят только вода и свет. Вода, где мы не жили, больше 150 бат просто не бывает. 4 куба максимум. 120-150 бат, короче, в месяц. Также свет. Свет, конечно, можно тут кондиционером так нагонять, что мало не покажется. Если снимать, к примеру, кто-то будет снимать большую студию и ее вечно охлаждать. К примеру, мы когда снимали «Ют-Алай-7» в 48 квадрат студии, мы нажгли на 3000. Но это, говорят, еще не предел. Здесь, в принципе, у нас выходит в месяц 200-250 киловатт, ну, в пределах 1000, грубо. Что по поводу аренды? Какое жилье можно снять? Нормальное жилье можно снять при годовой аренде, которая, естественно, всегда будет ниже, чем месячная. От 6000 и до бесконечности. Но это на карман каждого. Следующий, значит, пункт. Интернет и связь. Ну, связь, телефон имеется в виду, это уже кто как-то говорит. А интернет у каждого своя компания. У нас, к примеру, компания «ТММ Кабель ТВ». У нас три тарифа, мы выбрали средний. Средний тариф за месяц 953 бата, скорость от 10 до 30 мегабит в секунду. Ну, правда, 30 мегабит я не видел, но 5 видел. 5 видел. Так что интернет-связь тоже делает. Частное дело, каждого можно на скорость найти быстрее. Ну, нам этого вполне достаточно, чтобы телевизор работал бы, интернет нормально. Так, четвертый пункт – транспорт. Транспорт – это немаловажная вещь. Если имеешь транспорт, то, соответственно, расходы на еду у тебя будут уменьшаться. Потому что, если ты покупаешь продукты в таких магазинах, как «Макро», то там продукты дешевле на 10-15%, чем в «Северн» и «Лэн». Ну, опять же, мы собираемся купить машину. Арендовать можно здесь байк в пределах от 2,5 тысяч за месяц до 4-х. Ну, в зависимости от мощности двигателя. Машина, к примеру, такая, как «ВИОС». Вне сезона 600-700 тысяч, в зависимости от продолжительности. Ой, 600-700 бат в день, в зависимости от продолжительности, если там на месяц больше. А в сезон будет, грубо говоря, в полтора раза дороже. То есть, арендовать машину очень невыгодно. Ну, а также в этом пункте еще расход на бензин. Расход на бензин, значит, в месяц у нас выходит примерно от 80 до 100 литров. Думать не надо. Ехать, не ехать, экономить, не экономить. Собрался, сел, поехал. Куда хочешь. Хочешь на протоминак. Ну, короче, поужинать или еще что. Выходит 80-100 литров в месяц. Или в батах это 2-2,5 тысячи. Ну, в зависимости, как будешь ездить. Так, теперь мы переходим к медицинской страховке. Ну, годовой именно, хочу заметить, медицинской страховке, а не туристической. Ну, было видео, там, в принципе, все сказано. Мы планируем от 30 до 35 тысяч на двоих в год. Это такая, как бы, более-менее реальная страховка. Потому что, если говорить, все, как говорится, включено. 400 тысяч бат платить в год, это очень круто. Следующая статья расхода, это у нас еда. Этот вопрос очень многих интересует. Ну, нам, к примеру, для того, чтобы питаться нормально, достаточно от 16 до 20 тысяч бат в месяц. Вообще, как бы, все траты на еду можно разделить на две части. Это покупка в магазинах типа макро и на рынках продуктов для того, чтобы готовить дома. Это будет примерно, мы говорим, я говорю о нас. Это будет примерно две трети бюджета на еду. А остальная треть, это пойти поесть в кафе, сходить в парк, там, ну, типа такое. Но тоже это относится не к развлечениям, а именно чисто поесть. Ну, например, поесть шашлыки с пивом, там, или еще что-то такое. То есть, еда так. От 16 до 20 тысяч в принципе проблем нет. Что я еще хотел сказать о еде. Если покупать в таких магазинах, как макро, еще раз повторюсь, это гораздо выгоднее, чем в каких-то 7-11. Простые примеры. Маленькая бутылка пива в макро стоит 31 бат. В 7-11 мы пьем синху. 39 бат. Оля, он кричит, что мы пьем синху. Вода. Маленькая бутылочка в макро стоит 4 бат. А в 7-11 от 7 до 10. Но магазин этот, так скажем, мелкооптовый. По одной бутылочке не купишь, все берется ящиками. Но можно купить большие 6-литровые бутылки воды. Там они стоят 35. А в 7-11 или в Femuli Mark от 50 до 60. То есть, прямая выгода. Мясо. Мясо, конечно, самое дорогое. Я имею в виду свинину, это ребра 150. Вырезка, мякоть свиная 97 бат. Говядина, правда, здесь так более-менее в цене до 200 бат. Но есть такие рынки, как Колизей. Там мясо дешевле. Говядина будет в пределах 170. Ребра будут в пределах 120. Так что транспорт очень выгодная вещь. Помимо того, что получаешь удовольствие, то есть, можешь поехать на любой пляж, куда хочешь. Еще можно экономить на Индии. Опять же, тут везде сервисы по поводу машин, хотел сказать. Проблем нет таких, что где чинить, что чинить, как чинить. Если покупаешь новую машину, то вообще какие проблемы. Она, как и везде, три года на гарантии. Сервисы есть по маркам. Там Toyota, к примеру, Honda и так далее. Но это уже сам решаешь. Стоять ли тебе в сервисе. Или, может, к каким товарищам обращаться, непонятно. Но после еды у нас идет выезд за пределы Таиланда. Как ни крути, все время здесь не просидишь. Выезд за пределы Таиланда делится как бы на две части. Это выезд в Россию. Как ни крути, у всех появятся дела. Надо будет выезжать. То есть, тоже определенная статья расхода. И выезд из Таиланда в другие страны. Для того, чтобы посмотреть, как люди живут. То есть, мы это тоже планируем. А также езда внутри Таиланда еще. Это, к примеру, мы собираемся съездить на Кхукет. Ну, или на тот же Качанг. На все это нужны деньги. Это тоже нужно планировать. Ну, и последняя статья – это личные расходы. Так как необходима одежда. К примеру, Ольге нужно сходить в парикмахерскую. Мы тоже это планируем. Ну, у каждого она, естественно, может быть своя. Поэтому я цифру говорить не буду. То есть, это, о чем я рассказал, это наши статьи расхода. Но у каждого они могут быть свои. То есть, в принципе, если еда, жилье, как-то можно говорить о каких-то цифрах, то о этих поездках, о цифрах говорить тяжело. Тут как можно и не ехать, или ехать только в России, или ехать, но кто знает на какую сумму, у кого на сколько денег хватит. То есть, в принципе, нужно так, чтобы, мы, по крайней мере, планируем так, чтобы бюджет у нас был уравновешен. То есть, статьи расхода и статьи дохода примерно совпадали. И при этом, конечно, необходимо, чтобы имелся определенный счет в банке на нормальную сумму. Потому что жизнь есть жизнь. А как некоторые товарищи, то помощь каналу, то что привезут подписчики, так не проживешь. Ну вот, в принципе, на этом хотелось бы закончить.